В очередь тем, кто только присоединился к нам и решил только начать изучать проект Skyway. Я вас поздравляю, потому что вы на самом деле попали на сегодняшнюю стадию уже реализации, демонстрации проекта. И сегодня мы обязательно вам об этом расскажем. Собственно, презентацию, которую вы видели, дорогие друзья, на этом можно было и закончить наш вводный технико-экономический вебинар. Но, несмотря на это, мы продолжаем вещать фактически каждую неделю по средам традиционно для людей, кто только присоединяется к проекту Skyway. Начальные сведения с переходом плавным на технико-экономический расширенный вебинар. На расширенном технико-экономическом вебинаре, дорогие друзья, дамы и господа, коллеги, партнеры, мы вам расскажем свое видение, свое ощущение и свои мысли по поводу результатов от прошедшей международной транспортной выставки Innotrans. Это действительно для нас очень серьезное событие, к которому готовились в первую очередь представители научно-производственного конструкторского предприятия. В первую очередь, естественно, лично Анатолий Эдуардович Юницкий. И я могу сказать, что это мероприятие мы прошли с фурором. И, собственно, какие встречи, какие договоренности, какие стратегии дальнейшие отсюда родились, мы обязательно вам расскажем уже на расширенном технико-экономическом вебинаре. Благодарю за ответ на опросник, дорогие друзья. Ну а я, собственно, начинаю наш традиционный начальный технико-экономический вебинар, которым мы именуем азбукой Skyway. Дорогие друзья, вы все прекрасно увидели этот ролик и понимаете, насколько важна технология Skyway на сегодняшний день для планеты. Это новая коммуникационная сфера, это новая информационная сфера, это новый транспортный коммуникатор, который ожидает все человечество. И, собственно, как когда-то пришел на планету Земля и к человеку интернет, и кардинальным образом изменил все сферы жизни, все сферы бизнеса, все сферы промышленности. Так и мы считаем, что Transnet, будущая мировая транспортная, энергетическая, коммуникационная, социальная и даже финансовая сеть, основанная на струнных технологиях Анатолия Эдуардовича Юницкого, создаст и бизнес, и изменит жизнь более серьезно, чем это сделал интернет. Интернет появился буквально считанные десятилетия назад и, собственно, зародился в агентстве стратегических инициатив DARPA, это подразделение США, военные разработки, и вышел, так скажем, из-под контроля, начал развиваться повсеместно, и, собственно, сейчас каждый пользуется интернет. Когда-то телефоны, обычные кнопочные телефоны переросли в смартфоны, и что мы называем смартфоном? Это когда сенсорный телефон, грубо говоря, ранее это iPad, то есть обычный мультимедийный центр переносной, получил доступ к интернету, получил возможность принимать и отсылать смс, и, собственно, стал умным телефоном. Так и транспорт сегодняшнего дня, дорогие друзья, мы считаем, что настала пора стать транспортом более интеллектуальным, более безопасным, более эффективным и более дешевым, естественно, в использовании. Это касается серьезных на сегодняшний день товара и грузоперевозчиков, это касается освоения месторождений различных, которые на сегодняшний день не освоены, это касается перевозок руды, угля, это касается перевозки даже чистой воды, и бизнес по продаже перевозки чистой питьевой воды, а также пищевого льда, мы позиционируем как один из мощнейших бизнесов ближайшего будущего. Еще, начиная с 2014 года, мы начали вебинары, точнее, даже не мы, а Сергей Анатольевич и лично Анатолий Эдуардович начали вести вебинары, потом уже подсоединилась команда, и тогда была только идея. Воплощение этой идеи можно было проследить только по прошедшим годам, но на самом деле идея Анатолия Эдуардовича, идея создания оптимального струнного транспорта, революционного и эволюционного, я бы сказал, транспорта второго уровня, возникла еще в конце 70-х годов. И Анатолий Эдуардович начал далеко не со струнного транспорта, началось все с концепции общепланетного транспортного средства, то есть это глобальное, сложное инженерное сооружение. Анатолий Эдуардович еще в 88-м году на международной конференции по ней ракетной индустриализации космоса, проходящей в Гомеле, объяснил, показал и рассчитал, самое главное, каким образом нам вывести в те годы еще промышленность в открытый космос. Но, естественно, никому никогда не удавалось перепрыгнуть через технологические уклады, только сегодня мы находимся на рубеже пятого технологического уклада. Это то, что касается интернет вещей, это то, что касается смартфонов, это то, что касается даже обычной микроволновки, либо соковыжималки, которую мы можем сейчас включать через Wi-Fi. Это действительно серьезный созданный рынок, и кризисы определенные предшествовали уже подходу зари пятого технологического уклада. Это кризис доткомов, то есть когда были созданы интернет-компании, появились новоиспеченные миллионеры, как, допустим, Илон Маск. Это, собственно, как и ранее когда-то было использование гужевого транспорта, и все это плавно перетекло в использование парового двигателя и в использование двигателя внутреннего сгорания. Откуда появилась, соответственно, такая сфера, как нефтегазовая отрасль и такие страны, как Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и так далее, раньше они ездили на верблюдах и различных других животных. Сейчас они передвигаются на достаточно дорогих автомобилях. И, собственно, если говорить про автомобили, дорогие друзья, я могу сказать, и на расширенном технико-экономическом вебинаре мы обязательно об этом пообщаемся более подробно. Сейчас эпоха автомобилей переживает новое веяние, это широкомасштабное использование электромобилей, так называемых робомобилей, но, на наш взгляд, единственной правильной стратегией является вынос транспорта на второй уровень. И что касается более глобального технического сооружения и решения для всего человечества, это то, что представил Анатолий Эдуардович еще в конце 80-х годов, это концепция общепланетного транспортного средства. О нем, кстати, можно увидеть информацию в Википедии и о струнном транспорте, по крайней мере на английском языке, так как иностранцы очень авторитетным считают этот источник, что я увидел и услышал на международной транспортной выставке Inotrans. Могут посмотреть информацию, там, собственно, есть сведения. Но, естественно, каждая технология, которая выходит на рынок и которая необходима всему человечеству, переживает свои этапы. И в 2000-х годах настал очень серьезный рубеж и очень серьезная веха, milestone, если говорить по-английски, это знакомство Сергея Анатольевича Сибирякова с Лебедем Александром Ивановичем. Чем примечательно это знакомство, дамы и господа, тем, что Лебедь Александр Иванович, будучи на тот момент серьезным государственным чиновником, губернатором Красноярского края, поверил в технологию, понял ее потенциал, что действительно технология Skyway может увеличить экономику Российской Федерации в несколько раз. И, собственно, решить все транспортные проблемы разом, освоить месторождения, создать совершенно новые веяния бизнеса, что действительно позволит увеличить ВВП в 3-4 раза менее чем за 5 лет. На тот момент была представлена модель 1 к 5. Сибиряков Сергей Анатольевич доходчиво объяснил Лебедю Александру Ивановичу, почему технологию Skyway стоит инвестировать и почему ее стоит развивать. И буквально через несколько недель был выделен первый транш, это несколько сотен тысяч долларов из личного фонда губернатора Красноярского края Лебедя Александра Ивановича. И начались испытания с 2001 по 2009 год происходили испытания в первую очередь путевой структурой, мы называем это второе поколение струнных технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого. И, собственно, вот то, что вы видите изображено на слайде, это передвижная лаборатория. Это очень серьезные исследования, которые были проведены внутри этой машины, но в первую очередь было доказано и показано, что действительно струнная путевая структура, легкая ажурная конструкция может выдержать многотонные нагрузки, которые испытывает от веса, от тяжести этой машины. Обычного ЗИЛа, но являющаяся передвижной лабораторией, перемещающегося по струнной путевой структуре на стальных колесах. И на самом деле многие академики, многие действительно признанные научные специалисты отмечают, что на сегодняшний день, да, самым эффективным способом передвижения с максимальным коэффициентом полезного действия является перемещение стального колеса по стальному рельсу. И после того, как, к сожалению, был разрушен и увезен в неизвестном направлении по неустановленным причинам, по абсолютно непонятным мотивам, уже после даже того, как была проведена презентация в 2009 году господину Морозову, это один из губернаторов также Российской Федерации на тот момент, Дмитрию Анатольевичу Медведеву. И несмотря на то, что планировалось выделение в районе 1 миллиарда рублей, все равно неизвестные лица помешали на тот момент развитию струнной системы и, соответственно, полигон был разрушен. После общения уже с серьезными политическими деятелями, потенциальными крупными инвесторами, Анатолий Эдуардович понял одно, что данную технологию либо нужно развивать действительно с адекватными и действительно с отзывчивыми людьми, Коим сейчас является Род Хук, это бывший министр транспортного департамента развития инфраструктуры Южной Австралии, который является одним из наших основных партнеров и одним из учредителей директоров Skyway Transport Австралии. Это та компания, которой не было буквально год назад, но на сегодняшний день это та компания, которая занимается первым адресным проектом по Австралии. Это, собственно, первый адресный проект, который в реальности стал реализовываться еще до демонстрации и до сертификации струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого, что произойдет в 2016 году этой осенью до конца зимы. То есть ориентировочный срок мы называем ноябрь 2016 года. И с 2013 года, понимая, что нужно искать новую модель финансирования, Анатолий Эдуардович предпринял крайние уже попытки, рискованные, но очень правильные и судьбоносные, победоносные, я бы сказал, для проекта. Это начало развития проекта через финансирование, через систему народного финансирования, либо, если говорить иностранным словом, это краудинвестинг. И вы видите фотографию с 2015 года, с одной из наших конференций октябрьских, где действительно в зале правительства в Москве был собран полный зал, который аплодировали стоя, когда Анатолий Эдуардович вещал доклад о технологии Skyway. И на сегодняшний день, дамы и господа, более 500 тысяч людей заинтересованы в развитии проекта Skyway, потому что у нас существует специальный минимальный опцион, который был выделен в самом начале развития проекта для популяризации массовой проекта. То есть каждый участник, кто получает информацию и регистрируется в нашем личном кабинете, для того, чтобы получать информацию и иметь возможность инвестирования, финансирования проекта, при желании и возможности, получает минимальный пакет обязательств. Мы на сегодняшний день называем эту схему конвертируемый займ, которые в будущем станут уже достаточно серьезными активами. Мы считаем, что это будут активы, как минимум, вместе взятых на уровне Apple, Google и Alibaba. И на расширенном технико-экономическом вебинаре на прошлом я объяснял, почему не голые слова, то, что у нас, возможно, капитализация более серьезная, чем у Apple и Google. И более 80 тысяч, я думаю, уже к 90 тысяч числу прибавляется количество регулярных инвесторов, что я называю регулярных, ответственных, тех, кто инвестирует некоторые суммы фактически каждый месяц. И таким образом осенью 2015 года была запущена схема так называемых рассроченных платежей. И все большее количество людей получило возможность инвестировать в проект Skyway, невзирая на то, какие могут быть финансовые возможности. То есть от некоторой суммы, с чем можно ознакомиться в вашем личном кабинете, от 50 долларов можно оказывать содействие развитию проекта Skyway. И на сегодняшний день все эти, можно сказать, почти полмиллиона, я думаю, что больше полмиллиона людей развивают 4 направления. Это легкий прогулочный спортивно-экскурсионный транспорт, который появился чуть более 6 месяцев назад. Подвижной состав с самой нулевой точки развития до того, что мы покажем уже на расширенном технико-экономическом вебинаре. То, что было представлено на международной транспортной выставке и на Транс, соответственно, был сделан и сконструирован и собран за 4 месяца. Это срок, который не могут себе позволить серьезные автомобильные корпорации. Это срок создания действительно эффективной, современной, на мировом уровне машины. Это действительно заслуга, дорогие друзья, выбора схемы, выбора оптимального состава профессионалов, инженеров, дизайнеров, конструкторов, главных инженеров, главных конструкторов и так далее и тому подобное. Научно-производственного конструкторского предприятия. И да, еще, собственно, в 2014 году, ну в 2015 году уже единственным сотрудником научно-производственного конструкторского предприятия был Анатолий Эдуардович Юницкий. И с этого, дамы и господа, все началось и сегодня уже насчитывается фактически более 13 КБ и более 200 людей работают в научно-производственном конструкторском предприятии. А в мае 2014 года произошло только создание научно-производственного конструкторского предприятия. То есть, вот, собственно, через несколько лет мы видим уже готовые образцы и, собственно, представляем нашу технологию на крупнейших транспортных выставках. Помимо выставки инотранс, также запланированы уже и следующие мировые транспортные выставки. Отстроена стратегия и отстроена потребность рынка, которую мы также обязательно будем учитывать. Почему многие люди выбирают на сегодняшний день и выбрали еще в 2013 даже году и, собственно, выбирали еще в нулевых годах, в 90-х годах, тогда люди помогали развитию проекта. Почему люди желают, чтобы этот транспорт появился? Естественно, в первую очередь это безопасность перемещения. Чего не скажешь о современных автомобилях, чего не скажешь об электромобилях, о беспилотных автомобилях. О робомобилях, которые сейчас только-только начинают наращивать обороты. На наш взгляд, это переходная стадия и человечество не сможет пользоваться большое количество времени беспилотными автомобилями. Так же, как ранее, например, мы пользовались буквально короткий промежуток времени пейджерами. То есть, это переходный этап, но который обязательно должен пройти. То есть, это также часть технологического уклада. На струнном транспорте человек сможет передвигаться, пользователь, пассажир сможет передвигаться с абсолютным комфортом. Это будет дешевое перемещение. И, собственно, мы позиционируем, что да, в начале 1-2 доллара за 100 пассажира километров будет стоимость. Но при наращивании потенциала инфраструктуры второго уровня, будет стоимость перевозки одного пассажира стремиться вообще к нулю. И это оправдано, это понятно, потому что на сегодняшний день мы пользуемся Skype, мы пользуемся Viber, мы пользуемся различными другими мессенджерами. И все это происходит бесплатно. Единственное, за что мы платим, это за интернет. Собственно, кто помесячно, кто раз в 3 месяца, раз в полгода. Но мы пользуемся интернетом не бесплатно. И уже, собственно, приложениями, которые мы используем в интернет, мы используем уже с минимальной стоимостью, либо вообще бесплатно. И Transnet также позволит, как когда-то позволил интернет, перемещать из любой точки земного шара в любую точку земного шара любое количество, любой объем и любой вид информации. Как он позволил нам открыть ноутбук, запустить смартфон, общаться с нашими друзьями, коллегами, родными. Так и он позволил войти в виртуальное информационное пространство. Но на сегодняшний день, что касается транспорта, несмотря на то, что уже создаются финансовые технологии, новейшие, такие как система блокчейн. То есть это обмен блоками и максимально защищенная финансовая операция, которая происходит максимально быстро по времени транзакции. Эта схема и эта система уже обошла онлайн денежные переводы. А когда-то я удивлялся, да, я даже боялся, я бы сказал, 4-5 лет назад пользоваться онлайн банкингом, потому что для меня было привычно традиционные карточки. Но виртуально переводить деньги мой мозг и разум почему-то отказывались. Но ко всему человечество привыкает, что необходимо и что улучшает качество жизни современного человека. Естественно, к современным денежным переводам я настолько привык, что сегодня фактически не захожу стационарно с компьютера, даже когда я нахожусь за компьютером, в онлайн банк и все совершаю со своего смартфона. Сейчас даже появилась возможность, как вы прекрасно знаете, на телефон отправлять денежные средства. Даже в недавнем времени появилась возможность через сообщения ВКонтакте отправлять денежные средства. И все это развивается, все это ускоряется, все это прогрессирует. Но транспорт как был в прошлом веке создан, так и застрял на этой стадии. Естественно, транспорт сейчас создается первого уровня, более цифровой, более диджитализированный, так скажем, более современный. Но что есть современность для современного транспорта, железнодорожного, допустим? Это просто подсоединение Wi-Fi. И все, на этом инновация вся заканчивается. Но, естественно, должна была появиться такая технология, которая будет промежуточным звеном, дополняющим фактором современного транспорта, не будет конкурировать. И как раз таки об этой технологии на сегодняшний день вы слушаете начальный вводный вебинар. Что касается технических характеристик, дамы и господа, в первую очередь это высочайшая аэродинамика. И сегодня мы можем сказать, что если ранее Бугатти Верон сравнивали мы с современными нашими юнибусами, юнилётами будущими. И, собственно, вот в недавнем времени Mercedes GLS был испытан. И коэффициент аэродинамического сопротивления там примерно 0,32. И в 100 раз наш подвижной состав более эффективный. Это на уровне современной спортивной военной авиации. Это на уровне действительно инновационного транспорта. И эти показатели на сегодняшний день не достигнуты. Что касается формы юнилёта, то есть это обращаясь уже в такой ракурс неизменной аэродинамической формы. Формы капли, а максимально достижимый коэффициент аэродинамического сопротивления это 0,04 по физике. Собственно, при продувочных испытаниях этот коэффициент был достигнут и даже ещё больше улучшен. Естественно, перемещаясь на втором уровне, мы значительно экономим как топливо, так и энергию при эксплуатации. И затрачиваем намного меньше человека часов наших материальных ресурсов и также строительных материалов при строительстве. И, соответственно, это позволяет говорить о том, что струна действительно в ближайшие 5 лет может быть протянута по различным точкам земного шара. Вначале это будут точечные адресные проекты. И в Австралии уже развитие началось. Мы расскажем о наших договоренностях по выставке на транс с администрациями, каких городов, соответственно, было установлено не просто договоренность, а уже намечены планы по подписанию дальнейшего рамочного соглашения. Какие адресные проекты в каких странах были рождены буквально на стенде, потому что произошёл контакт с теми серьёзными организациями, корпорациями, которые желают, чтобы рельс струны появился в их регионах. Соответственно, подвижной состав при перемещении сталь по стали стал двигаться и в их городах. А что такое струна? В первую очередь спрашивают новички. Струна – это и струнная путевая структура. Струнный рельс – это предварительно напряжённая, растянутая, закреплённая на опорах конструкция. Её можно сравнить с гитарной струной для понимания, для простоты понимания. И гитарную струну, чтобы поиграть на гитаре, мы её преднапрягаем, то есть мы её натягиваем. Также и струнный рельс будет предварительно напряжён, натянут и закреплён. Внутри вы видите стальные проволоки. И это мы с удовольствием рассказывали на инотрансе на различных языках различным коллегам с различных частей света и стран нашей планеты. И, собственно, далее идёт закрепление этих стальных проволок, стальных канатов, которые преднапряжены. А моноличивание спецбетоном, который был создан на базе ЗАО «Струнные технологии» нашего научно-производственного конструкторского предприятия. И далее ставится стальная головка рельсы, по которой, как я и сказал, перемещается колесо, также стальное колесо, не коническое, но цилиндрическое колесо. Коническое, например, у железнодорожного подвижного состава. И всё, что я говорю, это замечательно. Я могу говорить много о том, какая технология замечательная, какими эффективными техническими характеристиками она обладает. Но это бы не имело смысла без конкретных доказательств и аргументации. А лучшие доказательства и лучшая аргументация – это то, что на сегодняшний день, да, уже вовсю идёт строительство. И не просто строительство. На сегодняшний день, собственно, с начала строительства, фактически чуть больше года прошло с начала строительства экотехнопарка. То есть, 29 июня был заключён договор аренды земельного участка в городе Марина Горка. И в сентябре уже началось конкретно строительство. То есть, вы видите, что буквально в конце августа началось рытьё первого котлована под первую анкерную опору. И буквально я вскользь быстро пролистну слайды, чтобы вы видели процесс развития строительства. Вот в сентябре 2015-го мы продемонстрировали модели 1 к 10. И, собственно, гордились этим событием. И до сих пор гордимся, потому что это история. И, собственно, далее, так как финансирование системы действительно работает, и именно народное финансирование толкает вперёд наш проект SkyWay, был открыт нулевой километр, была построена, фактически уже сейчас завершается строительство первой анкерной опоры, завершается строительство второй анкерной опоры. Установлено зимой ещё 19 промежуточных опор. 19-е выполнено в стальном исполнении, то есть в металле, чтобы продемонстрировать возможность строительства на любом типе рельефа местности, даже в самых суровых климатических условиях. И да, буквально год назад мы рассказывали, что вот строительство началось, но сейчас, дорогие друзья, мы находимся совершенно на другой стадии. Даже не на той стадии, которая была в апреле, когда у нас был эко-фестиваль, и все мы радовались, все мы праздновали это событие. И в такой стадии анкерная первая опора находилась ещё в мае. И, собственно, что очень примечательно и очень важно с точки зрения стратегии развития международной корпорации Skyway, международной группы компаний на сегодняшний день, а в будущем очень мощная, действительно, крупнейшая ТНК, то есть это транснациональная корпорация. 19 мая вы видите, что уже вовсю продолжается строительство лёгкой прогулочной трассы. А сама концепция лёгкой прогулочной трассы, так как научно-производственное предприятие и лично Анатолий Эдуардович Юницкий необычайно эффективно, с необычайной скоростью и временем отклика реагирует на современный рынок. И действительно, это направление появилось чуть более 6 месяцев назад. Через 4 месяца был сделан в модели 1 к 1 реальный, не то что действующий образец, а реальная машина, которая была перевезена в Республику Беларусь после выставки инотранс снова, чтобы уже в ноябре ориентировочно продемонстрировать испытания в движении. И если, собственно, чуть более полугода назад было первое посещение родом Хуком Экотехнопарка, то 16 июня произошла вторая делегация уже с компанией Аурикон. Это один из мощнейших строительных агрегаторов и строительно-проектных организаций мирового уровня, которые занимались строительством, допустим, такого объекта, как Бурж-Халифа в Арабских Эмиратах. И, соответственно, такие компании были выбраны в качестве главных поставщиков строительных проектных услуг на территории как австралийских адресных проектов, так и, естественно, остальных адресных проектов по всему миру. Но, естественно, спектр наших компаний-союзников, с кем мы сотрудничаем, будет расширяться фактически каждый раз и в зависимости от той страны, на которую приходит, соответственно, предварительно напряженная конструкция, именуемая струной. 22 июня вы видите уже развитие легкой прогулочной трассы, установлены Г-образные опоры. 22 июня также произошло продолжение монтажа первой анкерной опоры. Я не буду сильно останавливаться, дамы и господа, я отдам просто ссылочку в онлайн-доступе. Фактически каждую неделю я стараюсь обновлять эту презентацию. И сегодня также обновил крайнее обновление, это 21 сентября. 30 июня вы видите начало и продолжение строительства второй анкерной опоры. Уже в каком виде и с какой скоростью также монтируется фундамент под анкерной опоры легкой трассы. И действительно уже запараллеленно с 15 июля начинается строительство трех направлений Skyway. Это легкая прогулочная, спортивно-экскурсионная, туристическая трасса. Это грузовая трасса. И это высокоскоростной транспорт, совмещенный с городской пассажирской трассой. Это действительно то, что многие корпорации делают не то что годами, пятилетиями, а то и десятилетиями, персоналом в тысячи человек. А на сегодняшний день, выбрав оптимальную и правильную систему финансирования, мы достигаем тех результатов, которые вы видите на слайдах. Если 19 июля продолжалась сборка подвижного состава легкого прогулочного типа Unibike и городского пассажирского типа Unibus, который рассчитан на 14 человек и сколько выдержал Unibus и к чему это все можно отнести и развить дальше эту идею, мы расскажем на расширенном технико-экономическом вебинаре. Но самое главное, дорогие друзья, это не то, что были проведены испытания на корректность установки промежуточных анкерных опор лазерами, как вы видели на слайдах. Это не то, что фактически уже достраивается, и я думаю, что сейчас уже достроена первая анкерная опора, вторая анкерная опора. Это не то, что менее чем за 4 часа были установлены анкерные опоры легкой трассы, и, собственно, этот срок еще больше будет увеличиваться по эффективности и скорости совершения действия. Это не то, что продолжается строительство грузовой трассы, это не то, что 15 сентября приняли очередные анкерные опоры легкой путевой структуры. Это то, что 21 сентября на выставке Inotrans, дорогие друзья, коллеги, партнеры, я искренне надеюсь, что в будущем инвесторы, то, что кто присоединяется только к нашему проекту на выставке Inotrans в 20-х числах были представлены, и 21 сентября, собственно, был бизнес-день. Многие министры транспорта, многие руководители серьезных компаний, многие те, кто задействованы в транспортной инфраструктуре, в дорожном, железнодорожном строительстве, посещали наш стенд, и наш стенд действительно был популярен. Мы продемонстрировали то, что декларировали. 21 сентября все могли увидеть Unibike, Unibus, это действительно современнейшие машины, и это действительно инновация. Чего не скажешь об остальных участниках выставки. Мы с нетерпением ждем объявления уже первых 60 самых интересных компаний. Было представлено более 2700 компаний со всего мира. И, собственно, если мы уже заговорили о числах, то давайте передадим слово Сергею Анатольевичу Сибирякову, который развивает проект SkyWay более 16,5 лет. Я, Суходов Алексей, развиваю чуть больше 2,5 лет. То есть на 14 лет меньше, чем Сергей Анатольевич Сибиряков. И у Сергея Анатольевича всегда есть что сказать по поводу прошлых этапов развития. И более чем есть сказать, обучить. И действительно все мы начинали, все мы учились и до сих пор учимся на вебинарах Сергея Анатольевича. Собственно, это толкнуло развитие когда-то 2 года назад, когда только начали рассказывать об каких-то эфемерных, непонятных на тот момент адресных проектах. Сегодня все это воплощается в реальных подвижных составах. И что-то мне подсказывает, что в следующем году уже начнет воплощаться в реальных адресных проектах. То есть в применении технологии SkyWay в различных точках земного шара. Сергей Анатольевич, вам спасибо. Приветствую, друзья. Как видно, как слышно. Так, у нас чат работает. Так, отлично. Да, друзья, несколько... Не то, что непривычно, мы с Алексеем уже начинаем забывать, когда вебинары ведешь уже из привычного кабинета, из своего, из такой привычной обстановки. Вот, значит, те, кто следили за перископом, те, кто смотрели, вот, наши, что прошлый вебинар мы проводили из прям Юнибуса. Вот, у нас хорошая такая идея возникла. Вот, вечерние, там, утренние репортажи с технопарка, извините, поговорка, с инотранса проводили с персонального пространства, из Юнибайка. Вот, и это, конечно, очень такое знаменательное для всех событие, знаменательное. Вот, и поэтому сегодня для тех, кто только подключается к программе, для тех, кто только услышали, друзья, сегодня уже, вот, как Алексей показывал на примере, на слайдах, на работе, то есть уже все разговоры на предмет есть технологии, нет технологии, сделали, не сделали, они уже, друзья, просто неинтересны, потому что высочайшие эксперты с очень десяток и сотен компаний, с десяток стран мира, вот, то есть все это подтвердили, просмотрели, положили, договорились о сотрудничестве. Дальше у нас будут теперь постоянные делегации в Экотехнопарк, когда начнется уже демонстрация ходовых качеств машин. Вот, поэтому, друзья, конечно, это большая заслуга, это большой бенефис был инженера Юницкого, который предоставил, показал, продемонстрировал и изготовил эти машины. Вот, и мы об этом по именно итогам Инотранса, то есть по тому, какие выводы сделаны, какое направление дальше будет развиваться, мы будем обсуждать это там. А сейчас можно сказать, что на Инотрансе, это мировая выставка в сфере инновационных технологий в сфере транспорта, наша компания, которая была представлена белорусской компанией за устроенные технологии, было представлено два концепта новых машин, именно нового поколения электромашин, вот, которые определяют новое направление во всей, не то что транспортной отрасли, а вообще во все развитие дальше городской инфраструктуры и цивилизационной, и транспортной, и так далее, и так далее. И это, скажем так, можно сказать и однозначно утверждать, что это была мировая премьера заявка, и она проведена на очень-очень высоком уровне. И сегодня на все разговоры или на все утверждения наших завистников, противников или людей, которые не стремятся развивать эту технологию, можно сказать, что вопреки всем работам, этим действиям презентация состоялась. И она признана, как уже сказал Алексей, мы ждем сейчас признания топа, ну там, топ-60, они обзывали, почему 60, потому что из 60 стран мира были представлены образцы инновационных решений. И как род Хук, очень интересно сказал, что я посмотрел, и по всей выставке входил, фактически кроме нас, инноваций здесь фактически нет. Вот, это тоже, друзья, дорогого стоит о роде Хуке. Мы тоже еще поговорим, скажем, человек, который сыграл и продолжает играть очень большую роль в развитии компании, в развитии всего проекта. И я могу сказать, что я очень рад, что род Хук, бывший руководитель транспортной отрасли Южной Австралии, это человек, который занимался долгое время инвестиционным именно бизнесом в инфраструктуру Австралии, конкретно Абгалаиды, такая оценка, конечно, дорогого стоит. Поэтому такие вехи и такие этапы очень важны. Это, конечно, был очень большой экзамен для конструкторов в полбюро, когда надо было спроектировать, сделать, выдать чертежи. Это был очень большой экзамен для своего производства, когда в кратчайшие сроки надо было, соответственно, изготовить эти машины. Ну и дальше весь коллектив, и конструкторский, и уже те, кто изготавливал инженерный, мы с этой задачей справились. И, естественно, друзья, как мы работаем по горизонту целей, после решения одних задач у нас возникают другие. То есть мы показали действующие машины, образцы. Теперь дальше станет вопрос, это и ходовые испытания, это монтаж путевой структуры, потом следующие образцы, следующая путевая структура. И, как не раз уже говорил Юницкий, этот процесс мы начинаем, как и говорили, в октябре, и закончить его, друзья, я думаю, что не удастся в ближайшие 100 лет. То есть это процесс, который будет идти постоянно, процесс, который будет постоянно генерить и выдавать новые технологические решения, которые будут рождаться, исходя из запросов заказчиков, из запросов времени, из освоения новых месторождений, из постановки и разрешения новых транспортных задач. А что и как, какие задачи будут решать те машины, которые вот сейчас продемонстрированы, мы вот с вами поговорим чуть позже на второй части. Единственное, что я могу сказать, что интерес был очень большой, особенно среди профессионалов, особенно среди тех, кто ищет новые решения. И я могу сказать, что это был достойный, скажем так, выход компании на мировой уровень, достойная демонстрация. Поэтому дальше, естественно, что планка поднята очень высоко. У нас буквально прям со следующей недели начнутся уже делегации мэров, губернаторов, крупных компаний, партнеров, потому что сразу там завязались куча партнерских отношений с смежными, кто может участвовать в нашей программе. И сразу возникли целые проекты. У нас возникли контакты, то есть видели и с Самарой, мы наконец вышли на понимание и подготовку. Вот, соответственно, с Челябинской областью, вот, Алексей, помните, еще почти год назад запустил этот проект. У нас первые проекты были в Челябинске. И проект вообще юнибайков, поехали, он родился из парка Гагарина. Вот, и сегодня мы спустя какое-то время подошли к тому, что первое именно соглашение о комплексной разработке программы развития области с применением струнных технологий Skyway будем заключать именно с Челябинской областью. И губернатор, вице-губернатор Атланта Гирова был на выставке, сам сидел и в юнибайке, и в юнибусе, крутил педали, вырабатывал электроэнергию, сам все смотрел. Вот, и, естественно, договорились о том, что дальше будем рассматривать варианты дальнейшего сотрудничества, дальнейшего развития. С учетом, что мы встали в параллель с уже, ну, скажем, не утвержденным, но рассматриваемым проектом с применением других технологий, они рассматривали Siemens и французские дороги. Сегодня мы будем рассматривать и изучать несколько вариантов применения разных технологий. Это тоже, друзья, хороший результат, хороший подход. И здесь, опять же, друзья, из логики выступлений, которые делал и Виктор Бабурин, и Ротхук, но Ротхук несколько другую, сейчас не то, что логику, а он другую вообще парадигму увидел в Скайвее, это тоже я об этом обязательно скажу, это просто было поразительно. Вот, когда показывается, с чего начиналось, показывается, что сегодня изготовлено, показывается, какие планы делаются на ближайшее будущее, и это, друзья, складывается в общую картину. Поэтому, что можно, ну, если так коротко подвести итоги под инотранс, под именно то, что сегодня произошло. Однозначно можно сказать, что технология существует, интерес к ней очень большой, нишу, которую она занимает, она сегодня не ограничена. Мы с вами создали, участвуем, в общем, в проектном финансировании конструкторского бюро, которое создает технологии, мы создали юридическую схему, которая защищает инвесторов, и, соответственно, позволяет привлекать новых партнеров, и не крупных, то есть краудинвестингов, так и крупнейших фондов и корпораций. Вся эта система сегодня показала свои возможности, вызвала огромный интерес, и этот интерес заключается в том, что все, кто видели эти машины, все, кто видели презентацию, они сразу высказывали желание уже присутствовать и смотреть уже на ходовых испытаниях, как это работает, действий, как... Вот поэтому у нас дальше будут регулярные теперь презентации, которые будут, вот, начиная с октября, ноября идти, ну, я не знаю, в постоянном режиме, потому что сейчас уже стоит где-то десяток делегаций, которые хотят приехать посмотреть это в Экотехнопарк. Вот я говорю, я специально сейчас, друзья, для новичков не ввожу некоторый ряд эмоций, вот, потому что есть несколько, я считаю, просто высочайших оценок, но об этом, я говорю, друзья, это мы на тромплане. Поэтому сегодня обычно, когда мы для новичков даем этот вебинар, то он заканчивается тем, что время изменилось за 15 лет очень серьезно, в ближайшие 15 лет оно будет меняться еще более радикально, поэтому присматривайтесь, смотрите, изучайте, и, соответственно, если принимаете решение, участвуете в технологии. Значит, сегодня, естественно, после Берлина, после этих впечатлений, после этой неимоверной, скажем так, сложной и по нагрузке работе, потому что вся команда отработала, конечно, сказать больше 110% над нами инженер Юницкий будет смеяться, потому что для него больше 100% КПД быть не может, вот, поэтому здесь можно сказать, что инженерную технологическую школу Антолида Юницкого мы представили достойно, интерес очень большой, и это начало очень серьезной дальнейшей работы, и это, с одной стороны, и уже презентация того, что сделано, и, соответственно, очень большой аванс с точки зрения представления того, что будет в дальнейшем. И инновации, которые мы сегодня делаем, надо сказать, что вторая белорусская компания, это Белкоммунмаш, на наших вебинарах, в наших программах, это уже не раз упоминаемая компания, вот, она представила Электробус, вот, Электробус, вот, для нас это очень знаменательно, то есть мы снимали о них репортажи, смотрели, вот, ну, чисто визуально, не буду я поговорить, хорошая у них машина или плохая, но я думаю, что в большинстве случаев они показывали эту машину сами себе, тем, кто находился на стенде, вот, мы представили Юнибус, вот, соответственно, и Юнибайк, и по всем репортажам, которые вы видели, которые, это самый интерес, к технологии, был выражен просто оценкой, это количество посетителей стенда, количество посещений именно самих машин, то есть из Юнибайка, вообще постоянно никто не выходил, то есть там крутились педали постоянно, постоянно кто-то находился в нем, вот, Юнибусе тоже делегации входили-выходили, вот, иногда даже по 17 человек разом, вот, поэтому это, друзья, уже как раз ответ тем нашим друзьям, вот, которые просто любят говорить, что ничего нет, ничто не происходит, вот, ну, а по самой сути, вот, того, что мы, друзья, показали и сделали, это отдельный разговор, который мы оставляем на вторую часть, это для тех, кто понимает, потому что сегодня, сейчас, для тех, кто не понимает, или только входит в проект, все слова, которые дальше будут звучать, они, наверное, не будут иметь никакого значения, вот, поэтому, для тех, кто только вошел в проект, для тех, кто только подсоединился, или только узнал, на Эко-технопарке, друзья, извините, почему Эко-технопарк, потому что все, все мозги уже переключились на выставку в Минске, а потом на этот сам, поэтому для нас, друзья, уже и на транс, это прошлое, мы уже прошли, и дальше, поэтому, сейчас уже, когда мы говорим, демонстрация, то, естественно, уже всеми мыслями, и всеми решениями, уже впереди, то есть, демонстрация в Эко-технопарке, так вот, демонстрация на Инотрансе, в заключение, могу сказать, что она была особенно показательна для немцев, с кем мы сейчас работаем, мы рассказывали, что с Алексеем мы сейчас стали участниками, партнерами, одна очень, на наш взгляд, очень серьезного агентства, которое привлекает серьезные инвестиции в проект, она называется Европейское агентство бизнес-проекта, на 4 месяца ведем им презентацию, рассказываем, и нас сразу настраивали на то, что немцы любят системную работу, им надо постоянно рассказывать, показывать, и только тогда они будут принимать решения. Так вот, было очень много партнеров с этого агентства, и сам руководитель с ним есть интервью, и очень много инвесторов, которые в различные проекты инвестируют, и благодаря нашей работе они пришли на Инотранс смотреть именно Skyway. Так вот, друзья, сначала они не верили вообще изначально, что мы будем находиться на выставке Инотранса, потому что это само по себе подтверждение, что это технологичная компания, которая имеет производство, и есть что сказать в области инновации в сфере транспорта. Ну и дальше, друзья, уже такая сложившаяся крылатая фраза, когда нас, где нас найти на Инотрансе, вот, мы отвечаем, что подходите на ресепшн, берете карту, вот, спрашиваете, как пройти в Сименс, вот, потому что Сименс, это был самый крупный стенд, это был самая большая обстановка, везде стояли указатели, как пройти к Сименсу, вот, потому что все-таки это мировой гигант, вот, и когда вы приходите на стенд Сименса, то с левой стороны от Сименса Кавасаки, с правой стороны Хитачи, а посередине за Сименсом, между Хитачей и Кавасаки находится Skyway. Друзья, это производило определенный шок, особенно там на немцев, особенно на тех, потому что, когда вы слышите просто о том, как пройти к Skyway, и вам говорят, за Сименсом, между Хитачей и Кавасаки, находится в углу, нас засунули в самый угол, вот, находится в углу Skyway, вот, ну, и соответственно, когда уже приходят и видят, что это и действительно так, и действительно есть, что презентовать, то это, конечно, друзья, производит на наших инвесторов очень большое впечатление, и очень многие пришли после посещения, сказали, это то, что мы ждали, но здесь, друзья, лучше, конечно, чем вице-губернатор Челябинского области Услан Тагиров, никто этого не скажет, вот, опять же, так как мы все обсуждение решили оставить на вторую часть, то, конечно, это будет во второй части, поэтому, друзья, однозначно можно сказать, что технология существует, что инженер Юдницкий представил новый концепт мирового транспортного развития, кто в это не верил или не верит, это остается, опять же, вашим словом, просто у нас аргументации все прибавляется, и мы, друзья, как вы уже поняли, являемся компанией, которая сначала многие вещи декларирует, это, к сожалению, нам приходится делать, потому что мы работаем с инвесторами, которые вкладывают в будущее, поэтому нам надо сначала описать и показать, что это будущее, а потом мы демонстрируем, и это, друзья, очень многим ответ о том, что существует, что сделали, конечно, пускай могут говорить, что это картонки, что это ерунда, что это, ну, друзья, тут-то, я буду рассказывать потом об оценках экспертов, у них, конечно, другое мнение, скептики и недоброжелатели будут всегда так говорить, вот, поэтому демонстрация произведена, заявка на мировое лидерство сделана, следующее, мы теперь будем постоянно-постоянно подтверждать эти шаги, соответственно, следующий этап, ну, промежуточный, это демонстрация на неделе выставки, это по просьбе министра транспорта Белоруссии в Минске, а оттуда уже в Марьину горку, и, друзья, поехали. Поэтому давайте тогда делаем, как всегда, друзья, небольшой перерыв, сейчас вы увидите несколько репортажей с инотрансов, просто прочувствуете атмосферу, прочувствуете, как это все происходило и как это демонстрировалось, а дальше мы, друзья, перейдем к очень важным моментам, я могу сказать, что инотранс дал столько информации и для размышления, и принятия решений, что это еще не один и не два вебинара мы с вами будем обсуждать, делать, но основные концепты, которые сегодня продемонстрированы, которые прошли, мы с вами рассмотрим именно сегодня во второй части нашей работы. Итак, друзья, небольшой перерыв, кофе-брейк, как мы это говорим, на то, чтобы посмотреть несколько репортажей с инотранса. А для тех, кому это неинтересно, я, друзья, с вами прощаюсь, но я, честно говоря, не верю, что после инотранса могут быть такие люди, которым можно сказать, что это ерунда и это неинтересно. Я думаю, что этих людей становится с очень большой скоростью все меньше и меньше. Друзья, до встречи через несколько минут.